Принимая гражданство Российской Федерации, клянусь, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Всего пара минут и несколько страшных месяцев остались за спиной где-то в другой уже такой далекой жизни. Татьяна Владимировна теперь официально гражданка Российской Федерации. В Канск ее привез сын подруги, с которой она и приехала в город. Сейчас женщина временно проживает вместе с ними и планирует свою будущую спокойную жизнь. Признается, там, на родине, у нее никого не осталось, поэтому переезд в Канск – это новый чистый лист. Жить, работать, дышать, не бояться ничего. Очень хорошо, очень нравится. Люди такие все сердечные, добродушные, отзывчивые, очень помогают. Вы знаете, даже все позади, еще не понимаешь. Только сейчас приходит осознание того, что в горячке все было. А сейчас вот начинает уже, прокручиваешь ту жизнь, что случилось. Татьяна Гусева уже в конце этой недели получит паспорт гражданина Российской Федерации. Всего же в Канске на данный момент проживает 17 жителей ДНР, ЛНР и Украины. Практически все они находятся на стадии оформления документов. Стоит отметить, что для этой категории лиц выдача их происходит в упрощенном режиме. Они просто сдают документы для все переводы паспортов. С украинского на русский переводится бесплатно. Медкомиссия для них прохождения также проводится бесплатно. Им выдают сертификаты, переводы, собирают документы. Все направляют в Краснояр для принятия решения. Как бы максимально ускорены процедуры. Они гражданство получают бесплатно, не оплачивают. Медкомиссия проходит бесплатно и перевод паспорта – это все бесплатно. Все остальные иностранные граждане, соответственно, осуществляют определенные выплаты. Кроме того, определенные послабления для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, находящихся на территории России, действуют и при замене водительского удостоверения. Введен особый порядок обмена водительских удостоверений, который заключается в том, что нет необходимости сдавать экзамены на право управления транспортным средством. Но, однако, отмечаем о том, что также необходимо наличие медицинского заключения и оплата госпошлины, а также документы, удостоверяющие личность. Для получения водительского удостоверения необходимо обратиться в регистрационный и экзаменационный отдел по адресу КАЗ Николая Буды 56. Стоит отметить, что после 17 августа текущего года гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик все еще разрешат находиться на территории России без разрешительных документов. Несмотря на то, что в это время истекает срок послаблений после снятия транспортных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.